Тимур, поздравляю! Мы были в бою. Мы были в бою. Спасибо. Как это было с твоей перспективы? Извините. Поздравляю! Как это было с твоей перспективы? Поздравляю с победой. Очень хороший изделичный бой. Как с твоей стороны бой выглядел? Ну, я не доволен своим боем. Я думал, можно было подраться получше. Но есть свои причины. Я дрался после Рамадана. Чуть висогонка. Никогда в жизни не было проблем с висогонкой. Последний день был очень тяжелый. И оно это сказалось. А так, боем, ну... Можно было намного лучше, да? В следующий раз постараюсь лучше подраться. Зрелищный. Я не очень счастлив с моей перспективностью. Конечно, победа – победа. Но я не чувствовал, что я был там. Моя энергия, мой нормальный уровень энергии, был не прозрачен. Я думаю, что это причина, потому что Рамадан. Было быстрее. И последний день, особенно, это было тяжело для меня. Нормально, у меня не было проблем с весом. И это время у меня было немного проблем. Поэтому я не чувствовал, что я полностью восстанавливал. Но, опять же, мы продолжаем. И, надеюсь, в следующий раз, будет интереснее. Ты удивлялся, насколько он хотел бороться. Когда ты был на top of him, ты был очень доминирован. Но, когда он хотел пытаться поставить тебя на твой бок. Это удивляет тебя. Как только ты сверху оказывался, ты его доминировал. Но все равно, при этом, он пытался иногда с тобой бороться. Тебя это удивило, что он пытался заходить с тобой? Нет, не удивило. Потому что он хорош в борьбе. Это стойки у него не было. Но он видел, что у него стойки не было шансов. Я был намного быстрее и точнее. И то, у меня, я же говорю, бой не так, как хотелось. Это не так пошло, конечно. А так, он бился со стерлингом, с такими хорошими борцами. И никто не мог его удержать. Поэтому я знал, что он будет пробовать в борьбе. Нет, я не удивил его в борьбе. Я чувствовал, что это единственная шанс, который он получил. И с стойки, я думаю, он понял, что он не имеет шансов для меня. Я просто не так счастлива с тем, что я сегодня был в борьбе. И я знаю, что он в борьбе. Он бороться с хорошими ребятами, как Стерлинг. И я ожидал, что это было. Но это, наверное, не было лучшим для моего выступления. Но у нас будет еще одна шанс. Следующая вопрос. Конечно, ты бы любил его в первом раунде. А ты чувствуешь, что сейчас, что ты должен получиться в первом раунде, в втором раунде, чтобы остаться в турнире? Ты уже сказал, что нужно по-другому выступить. А как ты сейчас чувствуешь, что во втором бою ты будешь закончить в первом раунде? Я буду пытаться сделать все, что в моих силах. Буду работать в стойке, борьбе. Даже в этом бою я бы хотел в первом раунде попытаться закончить его досрочно. Делал добивание. И если бы, я думал, был бы чуть такой неопытный соперник, чуть менее, не скажем, уровнем ниже, то я бы смог его добить. Просто у этого парня очень, мы должны отдать должное его голове. Он очень крепкий, у него очень крепкая голова. Даже вот Хенри Хуфт, он мне подсказывал, из трибуны, он там был недалеко, чтобы я бил его корпус, потому что голова у него очень крепкая. Да, я думаю, что это не лучшая перформация. И я хотел бы закончить в первом раунде здесь. В следующем раунде, я сделаю самое лучшее, чтобы закончить в первом раунде. Но я думаю, что этот противник был очень тяжелый. Я не знаю, кто будет в следующем раунде. Я слышал Хенри Хуфт, мне сказали, что пытайся ударить на тело, вместо того, чтобы ударить на раунде. Но я думаю, что это да, мы попробуем закончить в первом раунде. Тимур, это твоя первая пфл-сезон, есть ли у кого-то, что ты взял советы на какого-то четыре раза в год? Какого-то пфл-сезона? Какого-то пфл-сезона? Это твой первый раз в пфл, потенциально четыре, может быть в этом году. А ты с кем-то консультировался? Как подходить, чтобы четыре боя в году сделать с кем-то из твоих команд, ребят? Нет, после этого боя мы выстроим план, как мы будем подходить к каждому бою. Просто Яжгур первый бой был очень тяжелый, так как психологически после рамадана ночные тренировки, вот этот перелет, две недели, пока акклиматизация, чуть-чуть вес встал. Много было причин, почему так мог тяжело пойти. И то, я думаю, даже ожидал, что даже может быть тяжелее. Но, альхамдуллах, чтобы главное выиграл. А дальше, я думаю, да, мы подберем свой график, свои корректировки, как пройти вот эти четыре боя, уже три боя в этом году. Альхамдуллах. 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 И так, пройти две недели, альхамдуллах. И все, что я не хотел, что это было так, что я хотел. Это тяжело для меня, когда я ехал на дно, и все, что было не так, что это было не так, что это было. Мы будем, обязательно, и дальше, я надеюсь, что я успокоил полный ракур, и полный ракур. Мы увидим, что будет происходить в следующем году. И ты тренировал с новым чудом, Мовсар Ивлоевым. Скажи мне о том, как его спарринг и спарринг. Мы с ним давно по любителям еще встречались. А так, я с ним в зале пока еще не работал. Но думаю, если буду опять проходить лагерь Америка в топ-тима, обязательно поработаю. И мы с ним в этом время будем работать вместе. Спасибо. Тим, мы здесь. На обычном борьбе, когда вы пришли к ПФЛ, я уверен, это будет когда вы начали укрепить и обрабатывать на борьбе. Какое время изменилось, когда вы ждете все борьбы в течение дня, чтобы увидеть, где вы в стандинге, после второго раунда регулярного сезона? Ты был один из первых боев, и ты уже знаешь, сколько ты баллов заработал, и ты знаешь, что сейчас бои другие будут проходить. Насколько для тебя важно следить за тем, сколько ребят другие наберут баллов, и для тебя это будет каким-то фактором, как ты дальше будешь проходить? Честно говоря, вообще без разницы. Кто пройдет, с кем попаду, с ними буду драться. А так, вообще, на любого буду готовиться. Я уже до этого выступал в Гран-при в России, поэтому у меня опыт есть уже чуть-чуть в этом. Это не важно, какой стандинг может быть, кто следующий противник может быть. Я уже боролелся в Гран-при стиле в России, поэтому я знаю, как это происходит, я знаю, как все будет играть, и все будет изменяться. Поэтому это просто важно, чтобы получить следующий противник, и работать над этим. Спасибо. Спасибо. После того, как у тебя есть первый бой, то, как можно ожидать, в следующем турнире? Первый бой у тебя уже прошел. Думаешь, что тебя теперь можно ожидать в следующем бою, или в настоящих боях? Ожидайте фейерверки. Вот что я могу сказать. Буду делать все. Бить, бороться. Кто будет думать, что выиграет меня в борьбе, я с ним буду бороться. Кто будет думать, что мне выиграет в стойке, я с ним буду бороться в стойке. Кто будет думать, что у меня может выиграть грипплинг, я буду с ним грипплинг тоже показывать. Поэтому я готов ко всему.